друзья всем привет мы снова находимся на рыбалке на карпой лето жарко но как только вот солнышко ушло за горизонт сразу же похолодало причем такой прям дубок чувствуется конкретной значит сегодня у нас одна из самых будет коротких сессий потому что последнее время на всех практически водоемах днем рыба вообще не клюет мы приехали на генезис планировал я в самый хвост на дам встать но там было занято решили остановиться в секторе номер 62 и как раз сюда хотел попасть именно весной но тут пробиться было очень сложно вот сектор достаточно перспективно и сейчас мы пойдем помаркилимся я покажу вам интересные участки принципе они даже визуально видны это такой островок с камышей время сейчас уже пол десятого поэтому самое время заняться не лагерем не обустройством а быстренько найти перспективную точку закормиться заклипсоваться и желательно закинуться до темно так что друзья вперед время у нас совсем осталось мало да кстати с нами сегодня группа поддержки хочу зероногих надеюсь они нам тоже принесут удачу после кубка россии я попробовал все-таки поставить на маркер на нафил нам нужно было узнать на какой дистанции находится яма и мы тогда забросили маркер на 169 метров приличные конечно результаты и решила все таки его потестировать на маркере проблема лишь том что не что не всегда дальномера даже ловит причем был световой день но увы еле-еле с трудом мы его только на 169 нашли хотя заброс был гораздо дальше он конечно просто до противоположного берега у нас 180 метров мы конечно на таких дистанциях не собираемся ловить нам нужно найти интересную границу и я знаю что где-то посередине здесь будет идти русло но первая самая перспективная считает . она визуальная с левой стороны сектор у нас находится камыш вот это скажем так остров который по-любому облюбовал карп местных самуруми вот и мы обязательно сделаем там одну точку будем из-под него пытаться поймать сейчас наша задача найти что-то интересное на дальних рубежах кстати там дно очень гладко и достаточно твердо я думаю там камыша будет полно но нет казалось что вполне себе даже гладкая глубина судя по сплоте маркера первоначально совершенно небольшая 90 метр 20 до метра 20 маркер уже у нас плотно ночью я думаю и днем рыбы там обязательно крутится хотя сейчас как уже сказал по статистике и ребята то здесь был все поклевки практически 90 процентов эту ночь поэтому мы приехали сюда можно сказать на ночную рыбалку глубина практически все одно и то же есть интересные места где-то кочки где-то что-то отбивает я думаю мы на нем и остановимся если больше ничего интересного не найдем да дальше идет ил вот есть где-то изменения по структуре дна видимо от камыша идет более-менее твердый участок мелководья затем начинается ил видимо свал в русло метр двадцать нет еще метр двадцать на глубина одна это чем друзья продолжим солнышко уже практически зашло и у нас все в торопях от до начала что-то отбивать это скорее всего наша дальняя бровка русло 60 метр двадцать метр пятьдесят вот маленький свал 30 сантиметров он кстати находится примерно на уровне камыша потому что я дальномер посмотрел то сне до острова 101 метр сейчас мы пробьем эту дистанцию и узнаем где наша будет вторая . да тоже метр пятьдесят друзья только стемнело мы еще не закончили кормежку я начал сперва кормить ближнюю точку 88 метров и у нас поехала дальняя палочка я две забросил со стиком 143 в корм и 147 как бы в будущий корм да и получили поклевочку оттуда буквально наверно через минут двадцать карпик которого мы даже не успели заснять килограмм очка 34 а вот это тоже товарищ после того как я начал кормить дальнюю точку взялся через час из-под нашего острова не знаю сколько здесь килл на 67 у него интересная особенность есть две таких очень ярко розовых как будто помадой намазанный вот два пятнышка видимо товарищи еще после нереста и врачного периода не сменили окраску это крутое начало друзья так что закармливаем до конца и перезабрасываем а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, доброе утро! Ночь у нас была очень продуктивная Карпик, с которого мы начинали наше с вами видео Он оказался на самом крупном И по непонятным причинам было огромное количество сходов Наверное, около пяти или шести Некоторые без них были невнятные пики Возможно, это карась на скользике И половину из них было хороших паровозов По непонятным причинам сходы Поставил сейчас большинство поклевок именно с дальней точки Вот сейчас мы вытащили карпа небольшого Там в районе трех килограмм Тоже с дальника Это, кстати, хороший знак То, что, возможно, будет и дневной клюв у нас Вот в таких случаях я практически всегда Вяжу поводки С открытой длиной То есть они без узла И мы уже на месте Если у нас есть проблемы сходов Мы начинаем экспериментировать Что-то менять У меня поводки остались скупка Достаточно мы хорошо отловились там Но здесь, возможно, они коротковаты Из-за того, что я использую первое – инлайн Второе – это не 14 сантиметров Поэтому есть целесообразность увеличить Где-то на пару сантиметров Посмотрим, возможно, это принесет нам Какие-то положительные результаты И плюс ко всему, как уже сказал На одну палку я поставил скользяк Кстати, именно на него мы сейчас не поймали Засечка была прям ровно идеально по центру Конечно, когда провозит скользяк Грузыло остается на месте Леска сходит Получается, что думаешь, там Биг Фиш какой-то Стартует Вот Такой поводочек Без термоусадки Ничего не будем дальше изобретать Клюнул он у нас на Сорс С Хит-н-раном В принципе, я Чем-то кормил На то Сегодня и ловлю Это у нас Сорс 18 Да, миллиметров У нас он шел целый И частично ломали пополам Старался сделать крупнофракционную прикормку Потому что Здесь очень много карасей Если вы бойлы начинаете крышить Немножко давать пыли Все, они приходят на точку И выжирают там все Даже Вот эти оснастки Которые стоят в воде По там Два часа Приходят уже облизанные Там Десятимиллиметровые И в конце концов Он потом уже На него садится Подрезаем Половиночку Попапа И сверху Наш соус Причем соус я режу Не половину А вот буквально Одну срезаем макушечку Так что получился Как бы диаметр Срезанного Восемнадцатого бойла Был равен Примерно половинке Десятимиллиметрового Если такая активность Конечно продолжится И имеет Может быть смысл Немножко подкормить Сейчас наверное С утра Мы только Добавим Пыликов Скобры Я думаю Этого будет Пока достаточно Есть всплески Именно У самого Камыша Но оно и понятно Этот сектор Такой достаточно Перспективный Здесь есть Зона покоя На противоположном берегу У нас там Камыш Дальше болото Там никто Никогда не ловит До него 185 метров Не все Добрасывают Камыша Ту самого Точно никто Наверное не добрасывает Есть только На кораблях Завозят Я видел Соседство Там где-то Через два сектора Ловит С завозом С корабликом Ну Мы выбрали Достаточно Перспективную точку Которую Закормили И принесло нам Огромное количество Поклевок Что не может Конечно не радовать Единственное Остается Пока что У меня Под вопросом Это Крупная рыба Хочется поймать Крупненькую Хотя бы Немножко больше Чем это Где наш второй Талисман Джек 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 Вот он Иди сюда Иди сюда Иди сюда Иди сюда Вот этот Нам точно Пятнашку Принесет Да Ну-ка Оцени Хороший Все друзья Пойдем Перезабрасываться Обязательно Нужно Это дело Со стиком Чтобы ничего У нас Не запуталось Вот такие Вот товарищи У нас Клюют На Подрезанный 18 Бойлик Так Друзья Получили Небольшой Отклик С Точки Которая У нас Находится Из-под Острова Постоянно Там Были Всплески Сейчас Мы Взяли Вот Такого Небольшого Микро Карасика Взялся На Соус 20 Точнее 18 Чуть Подрезанный Ровно По центру Я думаю С ним Сейчас Мы Или Оставим До вечера Чтобы Когда лучи Солнца Будут Заходить Классно С ним Сфотографироваться У него Ранка Здесь Обязательно Помазать Сейчас Вот Такие Вот Рыбки Клюют У нас Джек Почему У нас Сходы Давай Рассказывай У нас Новая Униформа Пришла Хотели Трекер Ну Ладно Все равно Рыбка Есть Сзади Теперь Будет Модный Парень У нас Заодно Себе Заказывал Новые Кроксы То У меня Был Загар Полосочку Теперь Будет На Ногах Кружочек На Самом Деле Очень Удобная Обувь И В Карфишинге Наверное Большинство Пользуется Кроксами Их Удобно Одевать И ночью Быстренько Скинул И погнал И в том числе Если нужно Зайти Есть Пяточка Которую Одеваешь И Появу Погнал Стоят они Конечно Прилично Но С Кэшбэк Сервисом Удалось Немножко Сэкономить Сейчас Наверное Каждый Уже Пользуется Различными Кэшбэками Это Очень Выгодно Часть Покупок Вам Всегда Возвращается В личный Кабинет И я Пользуюсь Смарт И Сейл Есть Приложения На Смартфоны Либо Можно Установить Браузное Расширение Либо Через Сайт Оформить Покупку Регистрация Очень Удобная Два Клика Можно Через Любую Соц Сеть Зарегистрироваться Ссылочку На Этот Кэшбэк Сервис Я Оставлю В описании Под Видео Вообще Как Это Работает Интернет Магазины Дают Вознаграждение Кэшбэк Сервисам Они Уже В свою Очередь Большую Часть Отдают Нам За Совершенные Покупки Здесь Более 1200 Магазинов Каждый Предлагает Свои Процент По Кэшбэку Максимально То Что Я Деньги Либо Себе На Телефон На Электронный Кошелек Либо Там На Карту Так Что Это Очень Удобно Выгодно Совет Ссылочку Оставлю В Описании Вот Ну а Мы Друзья Сейчас Будем Разбираться С Ходами Джек Почему У нас Ходы Никто Не Знает Почему У нас Ходы Я Думаю Связаны С Структурой Дна И Нужно Нам Попытаться Сейчас Поменять Когда попадаются Участки Что Очень Тяжело Грузила Вытаскивается Я Думаю Что Поводочек Inline Тянет За собой И За Это У нас Обидных Достаточно Много Сходов Будем Решать Проблемы Продолжение следует Продолжение следует Засечка Так Семья Маленький Все Одного Размера Но Клюнул Очень Быстро После Перезаброса Видимо Дедушки Где-то В другом Месте Плавает Джек Ты мясо Будешь Сырое Ты Сырое Не ешь Друзья Обедик У нас Рыбка Пока Не клюет Будем Баловать Ся Шашлычком Конечно На этих Шампурах Одноразовых Жарить Еще То Удовольствие Удовольствие Друзья У нас Очередная Поклевка На Дальнюю Точку Хорош Хороший Такой Паровоз Был И только Сейчас Я заметил Хотя Вчера Маркерился Что Рыбу Пришлось Откуда-то Выдергивать Видимо Может Вот этот Камыш Либо Трава Немножко Все-таки Она растет Не только Там Где мы Видим А частично Какие-то Кочки Есть Под водой Ну Вроде бы Благополучно Рыбка Вышла Ну Конечно Как и Предполагалось Да Дневной Ловлей На Обычной Дистанции Под островом На русле Абсолютно Отсутствует Рыба Вся Ходит Плескается Деодически Над Дальним Камышом И нам Хорошо Что ее Удается Иногда Отсюда Выманить Вот А ситуация В остальных В принципе Достаточно Плачевная Тишина У соседа Моего Тоже Тишина Хотя Есть С правой Стороны Тоже Зона Покоя Но Проблема С Уваживанием С зацепом Сейчас Мы Посмотрим Кто там У нас Посетил Ну По весу Чувствуется Что Такой Может 5-7 Есть Есть Контакт Да Ух Нифига Себе Он тут Нам Нагадил От Страха Снова Работает Та же Самая Нас Комбинация Смотрю Сколько Нагадил Одна Зеленуха Ил Не Какие-то Зернышки Мелкие Есть Но Наших Бойлов Орехов Здесь Точно Нет Итак Мы Будем Заканчивать Нашу Рыбалку Самая Короткая Карповая Рыбалка В моей Живи Пробыли Мы В общей Сложности Меньше Суток Сейчас Где-то 5 часов Наверное 4 А приехали Мы вчера В 10 Вечера Ну То есть Рыбалку Начали Примерно В 10 Вечера За Это Время Я Получил Огромное Количество Поклевок Реально Очень Порадовало Но К сожалению Средний вес Рыбы Оставлял Желать Лучшего Плюс Ко всему Сходы Я думаю Что Лишь Связаны С моей Ошибкой Неправильно Выбран Был Монтаж Нужно Было Либо Хотя бы Безопасный Клипс Поставить Либо Вот Скользяк В конце Уже Я Получил Сколько Получаю Я Реально Сбился Со счета Сколько Я в оклевок Получил Наверное Около Двадцати Чуть больше Десяти Карпов Все Вы Прекрасно Видели Порядка Там Трех Четырех Килограмм Средний Вес Был И Самый Крупный Вот Тот Ночной С которого Мы Начинали Пробовал Я Ловить Также И на Соло Тонущие Бойло Но Все К сожалению Примерно В одном Весе Наша Была Рыба Но Все равно Мы Получили Я понимаю Людей Которые Приезжают Можно сказать На выходные Да На короткие Рыбалку На платник Таких Наверное Большинство У кого Нет возможности Приехать На несколько Дней Дождаться Того самого Заметного Трофея И плюс Наверное Ко всему Рекомендации Если кто-то Сюда приедет Вообще Кормить Только Крупной Фракцией Вообще Ничего Не ломать Не крышить Отказаться От зерна Ну максимум Может быть Тигровый орех Потому что Карась Реально Просто Задалбливает Поймали мы Наверное Их Штук 5 Причем Достаточно Попадались Крупные Такие По полкило Так что Друзья Вот такая У нас Получилась Достаточно Поучительная Рыбалка Спасибо Всем За просмотр Если вам Было интересно Ставьте лайки Подписывайтесь На канал И ждите Новых Выпусков Следующий У нас Будет Достаточно Интересный Рыбалка В завоз На Дикаре Не пропустите Рыбалка Рыбалка Рыбалка